друзья всем привет наша love терапия midnight loft снова в эфире сегодня у нас конечно же заявлен новый гость точнее гостья дина иванова мы конечно же я как постоянный так сказать владелец этого эфира как постоянная принимающая сторона алиса куприева здесь я снова с вами у нас вообще за последнее время столько было интересных эфиров и столько каких-то интересных лайфхаков подробности вообще жизни вот таких нестандартных условиях как есть в запасе теперь уже а темы не заканчиваются тем настолько много настолько много каких-то интересных подробностей опции которые сейчас появляются вот в нашей жизни что в общем-то и желание приглашать гостей и принимать гостей которые сами просятся принять участие в эфире мне кажется это очень хорошая идея для поддержания это сказать общего настроения всем привет 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 я напоминаю вам что вы можете писать нам комментарии задавать вопросы если у вас возникнут потому что сегодня у нас я думаю будет очень интересное обсуждение и знаете что очень хорошо мне кажется что настолько удачно что вот мы можем общаться хотя бы в онлайне ведь в жизни до иной раз не хватает времени ну как следует сесть пообщаться но сейчас ничего не мешает потому что же в это время ну как бы никто не занимается потому что слишком поздно но хотя бы есть возможность пообщаться с друзьями пусть даже вот так вот по удаленке но через какое-то время к нам присоединиться дина я думаю что сейчас уже придет запрос вот а пока напишите как у вас дела как вообще как вы поживаете как проходит ваше нестандартное время на изоляции у нас загружается гость вот она привет 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 как дела как ты поживаешь я думаю примерно так же как и все остальные привыкаю к новой жизни сижу в заперти привыкаешь к новой реальности да как продвигаются занятия да у меня еще пианино на самом деле не самый лучший поэтому у меня такая полная прокрастинация ну да нам сложно потому что такое состояние как бы легкого стресса на заднем плане имеет место быть но мы сражаемся мы не сдаемся и как бы генерируем позитив стараемся не не потерять это время потому что у каждого есть какие-то программы есть какие-то произведения которые необходимо было в любом случае выучить просто в более так как жатом да контексте сейчас когда появилось это время можно посвятить его себе как ни странно да вот очень непривычно для музыкантов как мне кажется ну да я себе достаточно сильно сейчас потакаю правда подавать всем своим плейс рассмотрю сериалы на полную не ты высыпаешься самое главное скажи мне ты высыпаешься да мне кажется этот месяц выспалась за все прошедшие годы потому что вот ты знаешь вот я до сих пор можно сказать не выспалась сегодня наверное первый день за все вот это вот время с тех пор как нас заперли когда я вот стала без будильника но это было что-то такое вот из разряда фантастики сама не знаю как мне это получилось вот первый раз потому что до этого вот как ученаж я знаю во сколько мне достать во сколько мне надо лично во сколько надо лично это как бы отдельная опция никогда не выполнила поэтому об этом не будем говорить вот ну тем более видишь как я сделала такой формат для взрослых для тех кому мстится для музыкантов которые конечно же все совы ну я так понимаю что мы принадлежим к этой категории но я точно а ты как ты тоже более чем у меня такой богемный образ жизни к сожалению этим не горжусь но сейчас на полную катушку у меня включилась ложусь все позже встаю тоже но мне повезло потому что вот вы же это говорили ванне в предыдущем эфире мы с ним оказались вот заперти по такому счастливому стечению обстоятельств все таки вместе поэтому все таки это возможно смузицировать вместе мне очень помогает не знаю как ваня для меня такой приятный стимул я думаю что они помогают как бы просто априори то есть я на самом деле уже просто что-то краем уха слышала потому что она уже был такой у меня эфир как раз таки с вами с канави так что мы уже какие-то подробности знаем короче повторюсь для тех кто не видел его эфир ребята находятся в рязани да я вас выдаю с потрохами вот они покинут нашу москву мы тут вообще плачем потому что они совершенно в другой точке находятся но благодаря интернет-соединению можем соединить самые отдаленные уголки нашей планеты и даже такие отдаленные как и москва у меня к тебе вообще на самом деле вот был такой уже вопрос заготовлен я вот каюсь обычно я не готовлюсь к эфирам но тут и тут иное дело потому что тема для меня очень интересная душесчипательная короче расскажу аудиторию вкратце был такой значит эпизод в моей жизни в жизни проекта в жизни лофт филармония дважды мы открывали краудфандинг открывали и закрывали мы закрывали мы все время с разными результатами на общем идея в том что для тех кто в танке коротко объясняю что краудфандинг это народное финансирование то есть один из рычагов фандрейзинга то есть привлечение средств извне для того чтобы иметь какие-то средства финансы ну как бы для саппорта проекта то есть в частности для возможности оплачивать гонорары артистам да ну как бы если вдруг какие-то сопутствующие траты есть на проекте как там не знаю привезение кого-то откуда-то доставка этих людей то соответственно тоже в европе этот рычаг действует уже очень давно и очень успешно гораздо успешнее чем в россии в россии мы здесь пионеры и в общем был такой интересный случай в жизни диме уже переходя к ее истории что параллельно со вторым моим краудфандингом который шоу очень знаете так с двоечки на троечку как бы переваливался девчонки в этот момент вот напомним едино выпускали диск да вы вместе с вас выпустили да собственно который у меня есть я уже его рекламировала здесь вам так что если вы его не приобрели я как бы большой брат на вас смотрит вот подумайте над своим поведением потрясающее исполнение значит две шикарные девушки одна из них перед вами это дина иванова фортепиано и вторая сейчас буду собрать фамилию я помню что зовут мирель да мэрил как мэрил как мэрил стрит только мэрил вот роскошная блондинка скрипачка все при ней харизматично талантливая ну в общем поверьте мне горячий значит тандемчик очень короче девчонки собирались на все это дело краудфандинг и за сколько вы там его собрали в общем дальше я передаю образы правления дине потому что я была поражена насколько это было успешно выполнено пожалуйста а ну в общем это действительно такая очень интересная история для меня это был опыт огромный вот совершенно искренне говорю я не ожидала что это пройдет так быстро без болезнина потому что опять-таки дисней кронфадинг которую я знала это вот алисин и мы все всегда очень поддерживали это всегда вот казалось таким очень сложным неподъемным делом и поэтому когда мэрил сказала что нам нужно собрать около не помню там не была такая уж космическая сумма но что-то около пяти шесть тысяч евро ну это космическая сумма потому что вы понимали как бы мне бы хватило на десять сезонов ну ладно неважно и я ничего и не говорила но подумала что ну конечно можно попытаться как бы дина я тебе буду задавать наводящие вопросы думаю так будет легче даже структурировать то есть дело было в амстердаме одна мэрила она в принципе такой настоящий фрилансер она сама себе менеджер и у нее очень здорово это получалось делать она загорелась такой идеей записать диск и нашла очень хорошую звукозаписывающую студию звук режиссера и как получил уже какую-то спонсорскую помощь на тот момент но не хватало каких-то денег и вот я пришла в голову она нашла меня через конкурсиста ей пришла в голову записать эту программу которую она предложила и попробовать собрать и собрать деньги вот у народа и ваша задача была играть концерты по всей видимости да как бы показывая эфемерный диск что как бы вы ставили вероятно какую-то эфемерную корзину и формат назывался pay what you want да то есть как бы поясню для аудитории задача была вкидывать по возможности любые средства то есть хочешь как бы 5 евро хочешь как бы тысячу евро ну как бы на любой кошелек да то есть идея заключалась в том чтобы какая какой-то был фидбэк ну ну и что же мы записали ролик такой достаточно профессиональный это было классно я помню кто-то скинулся онлайн и да мы играли на самом деле вот безумное количество концертов разумеется бесплатных и вот этот самый гипотический диск предлагали подарок и просили помочь кто чем может и на некоторых из этих концертов нам так повезло были люди располагающие хорошими средствами и они предложили такую внушительную помощь и поэтому этот кроссбандер закрылся довольно таки быстро за месяц тут и тут у нас комментарии от небезызвестного гостя кто-нибудь вкидывал кексики в амстердаме ввиду те самые короче кофешок и все из того разряда а мы отвечаем на ваш вопрос нет дальше поехали подожди но концерты были бесплатно но опять же вот эта корзина стояла да то есть pay what you want был формат то есть билетов не было но они могли вкинуть либо в онлайн платформу а что это была за платформа это была краудфандинговая платформа это просто был какой-то банковский счет я уже часто не помню но в основном действительно были именно онлайн переводы потому что мало кто все так и носит наличку в наше дни чтобы вкидывать какую-то корзину то что вкидывали в корзину мы забирали иногда сами себе на пиво так 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 но если что не каждый краудфандинг работает таким образом ребята вы это просто европейская модель ну дальше интересно все интереснее интересно но в общем мы его достаточно быстро закрыли и дальше я про это не вспоминала мы просто занимались и спасибо мэрил которую огромный активист потому что благодаря этому диску несчастному одному диску я более-менее эти вот несколько лет могу выживать потому что ну концерты действительно стало значительно больше именно вот как дуэт с мэрил они ведь если бы не кризис всем известный они бы сейчас были дина ну вот так вот попытайся вспомнить приблизительно сколько у вас ушло на на это время времени сколько вы собирали эту сумму 6 тысяч евро да речь идет об этих деньгах вода я думал где-то месяца два может быть полтора месяца два то есть давайте так сразу по дням 60 дней так прикидываем сколько шел наш краудфанд он шел 100 дней и мы собирали так сейчас надо быстро-быстро конвертировать эту валюту господи я не подготовил кошмар да ну в общем короче мораль такая что мы собрали только 64 тогда процент от этой суммы и когда приехала счастливая дина сказал что как это легко делается в европе я конечно порадовалась но я подумала что же не так с нашим менталитетом почему у нас же так все как-то вот вот тяжелее идет ну так я смягчаю как могу да интересная история то есть получается это действительно мало того что вы быстро с этим справились то есть это еще и подплотнула как бы по карьерным каким-то вопросом то что ты сказала да то есть концерты и получается были продажи да уже этих дисков то есть этот диск можно купить в каждом да европейском магазине видеть знакомые лица именно так я не буду брать от европейских магазинов моя крайне скромная карьера она в принципе как была ограничена нидерландами большей части и диски тоже продается только там там они продаются везде но там хорошая там хлебная точка потому что на самом деле отличная вообще страна как бы да ну то есть хорошим вообще уровнем жизни да то есть люди ценят классику поэтому я могу тебя понять могу поверить себя на понятно нет это удивительная история хорошо что есть такой позитивный опыт да ну вот вообще ты знаешь я обратила внимание как бы на то что выпустили как бы с мерал и ты знаешь вот должна сказать что меня очень как-то так взбудоражило и привлекло внимание одна фамилия композитора и вот сам формат вот мне бы хотелось узнать что это было есть такой тяпост в инстаграме где вы играете ноктюрн лили буланже да да вот что это за место потому что тот вот антураж та атмосфера которая там показана но это какой-то вообще очень такой крутой сабам тучик вот видимо тоже да для для какой-то лакшери аудитории и почему такой выбор то есть вот женщины композиторы у вас какой-то был концепт вы играли только женщин композиторов это как предположение или не так все было действительно такая очень обширная тема потому что я не хочу конечно какими-то огульными лозунгами тут разбрасываться не то чтобы я настоящий феминист но действительно тема довольно актуальна и я очень благодарна мэрио что она мне открыла вообще глаза на существование женщин композиторов потому что каюсь вот кроме каких-то известных фамилий типа тех же самых сестер буланже или губайдулины или уствольск я никого не знаю но надо есть но клара шуман например да я имею ввиду вот кроме этих вот редких известных примеров и вот последние несколько лет в конце концов я сейчас вот я сейчас кого-то еще вспомню но много женщин на самом деле композиторов и сейчас о лера ауэрбах и кстати все они нет они все потрясающие просто ты понимаешь я обратила внимание почему потому что когда-то на каком-то вообще борода там курс я уже не помню на каком на курсе на третьем может быть в консерватории неожиданно тоже для меня совершенно как-то вот мне предложили сыграть и тоже лили буланже причем в основном как бы почему-то сочинение вот еще нади буланже как-то более-менее ну иногда раз там по чайной ложке в час по чайной ложке звучат вот а лили буланже совершенно в забвении и поэтому она не успела так много написать да но ты знаешь это были вокальные причем циклы но они такие импессионистские вот она же ученица была фаре да по моему ну вот этот стиль совершенно потрясающий но при том что это написано женщиной как бы на мой взгляд это не сильно то и читается ну так при всем как бы уважение написано очень мое тоже мнение я уже про это как бы часто говорили банальность но вот даже ты говоришь вот это не заметно что написано женщиной когда мы играем в россии тоже нам часто говорят ты сыграла хорошо это была мужская игра или наоборот как антикомплимент ну вот прям по-женски играть и вот то же самое с сочинениями мне не кажется корректно на самом деле я вот не думаю что дурно вкусница это равно женская игра и наоборот и поэтому если даже вот что-то женское есть сочиненной музыки или в игре это не обязательно должно быть плохо это тоже хорошо в нашей профессии имеет место быть конечно сексизм и не будем это замалчивать потому что конечно видят мальчика да это уже априори как бы какой-то сразу там минус как это два плюсика сразу где-то там ставятся вот когда видят девушку сразу так типа ну ну давай ну попробуй что-нибудь ну потому что женщина карьеристка это как бы это не для всех дина это не для меня это сейчас ну не знаю ты знаешь я хочу в это верить по понятным причем последнее время кстати вот смех смехом вот в эту тему могу сказать что заходила в модный арт-кластер заходила в модные там магазинчики одежды до дизайна русской там ну вообще в разные совершенно точки и обратила внимание что во многих есть такая наклеечка сейчас вот по москве может по европе тоже видеть этот бизнес хэштег этот бизнес создала женщина я очень долго думала что это значит потом я прогуглила эту тему то есть как бы претензия на то что если женщина успешна да это как бы ну со знаком плюс то есть наконец-то как-то это поднимается в топ и я даже думала написать этим ребятам по поводу проекта понятно что как был не настолько большой наверное да чтобы как-то пытаться внедриться вот этим гуру вот но идея такая шальная промелькнула как бы не нужно это замалчивать потому что потому что в нашей профессии имеет место быть вот это вот неравенство какое-то от которого постоянно пытаемся но я думаю настоящая победа если так можно сказать будет когда нам не нужно будет доказывать обращать внимание что вот смотрите это женщина композитор это девушка играет алиса женщина подняла такой проект когда это не будет просто удивительно чем тогда уже наверное можно будет порадовать тут понимаешь есть эта палка двух концах как бы я не буду сейчас говорить о чем именно есть что я сейчас имею ввиду потому что как бы женщины они все более становятся самостоятельными но есть как бы как сказать такая тенденция в других как бы до сферах других в другом поле так сказать деятельности то есть другие люди они становятся более феномизированным так если можно выразить но мы не будем затрагивать эту тему не будем ни в коем случае мы толерантны все хорошо вот теперь у меня такой чисто бытовой вопрос вот в предыдущем интервью нашего общего знакомого прозвучала очень интересная вещь за которую просто не смогла не наступиться вот твое отношение к готовке то есть прозвучало что якобы ты это дело ну так не особо жалуешь вот сейчас на вот этом вот отрезке интересной жизни может быть у тебя что-то начало меняться то есть ты как бы креативишь за плитой или это как бы вообще не о тебе я очень сильно креативлю за плитой но результаты этого обычно помойку поэтому то есть это вообще вот ну ни разу не не повар да нет я сейчас не про мафины я совершенно про другие сейчас и даже не про ческейки нет просто а люди сейчас делятся на два типа те которые как бы шеф и те которые как бы гурман да то есть те которые как бы ты вступаешь по части ты пробуешь да наверно то что готовят вокруг кушку я очень люблю да в принципе все что есть я обычно съедаю вот мне очень понравилась ваша идея из кости что наверное ничего покупать и ничего готовить и тогда можно будет как-то сдерживать себя ну знаешь мы еще мы еще можем запустить челлендж вообще как бы не только с кости а вообще как бы в нашем мире просто как бы не хочешь готовить не хочешь есть можно так его назвать как я это называю а можно как-то сейчас кости на самом деле можно писать свое альтернативное название потому что но мне нравится что в наших вот этих вот диалогах начинают появляться те пассажиры которые как бы уже и они смогут тоже вернуться но об этом чуть позже вот вообще на самом деле у меня какое-то появилось расписание тоже с этими онлайнами это какой-то сумасшедший дом прямо как скобка то есть казалось бы лопт не активен но зато активно вот это вот диалоговое окно где можно посмотреть сейчас какое среднее время в инстаграме в день вот у большинства людей мне кажется на метраж по онлайн или что ты имеешь ввиду нет на есть же на строках в инстаграм можно посмотреть статистику сколько ты в среднем проводишь это очень печальная статистика а да да где то можно вот я поскольку она очень печально я стараюсь такая гигантская разница там можно понять насколько успешный человек или лузера себе сразу когда все хорошо там как-то сразу вот пять пять десять минут а когда как обычно совсем все цифры печально понятно кстати вот если затронута тема инстаграма дина вот как ты считаешь в нашем артистическом мире вот понятие медийности вот что для тебя что для тебя медийность что это вообще насколько она важна но это вот действительно совсем ко мне я я очень активно сижу в соцсетях если про это и слежу так создавать какой-то высоко профессиональный контент я не умею то есть так чтобы монетизировать это неправда нет это неправда я вот уже так сказать твоему коллеге по цеху ваня ну как бы говорила большие комплименты по поводу ваших да видюшек там и так далее так далее а это и есть контент это есть часть как бы медийной истории просто понимаешь вот я заметила интересный феномен в нашем мире артистов к медийности стремятся абсолютно все но первая категория тщательно пытается говорить нет 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 это все вот этот чернуха она меня не волнует я творю и все а вторая категория вполне адекватно к этому относится и понимает что общение с аудиторией оно должно быть в принципе какое-то вот смотри я предлагаю тебе пофантазировать немножко вот если бы я тебе сказала дина ну сейчас современная жизнь ты все прекрасно сама понимаешь ты же сидишь в соцсетях то есть как бы у тебя проблем вот именно как этим пользоваться ну как таковых нет да то есть ты все понимаешь эту всю кухню это уже большой плюс потому что понимают изначально не все но неважно ты уже что-то знаешь да и тебя может только как бы совершать это апгрейдинг вот если тебе нужно общаться со своей аудиторией какой бы инструмент ты предпочла бы использовать ну вот смотри как пример привожу вот сейчас аудитория я общаюсь с тобой но в то же самое время она смотрит сейчас несколько человек да как бы несколько десятков уже человек сейчас 23 он меняется цифра туда-сюда вот и можно общаться в онлайне можно как бы делать какой-то видео контент да какие-то видео обращения взаимодействовать с людьми вот именно посредством не только музыки да потому что это я не оговариваю это априори а как еще вот чтобы ты предпочла чтобы было для тебя комфортно и интересно это сложно ответить но в идеале вот честно говоря я бы не стала все таки переоценивать влияние соц сетей потому что все таки мы музыканты может банальность но мы должны говорить посредством музыки нет это понятно но просто люди ну как люди да они же тянутся к этому общению на этом построен как бы был лов да посредством модерации на этом построен краудфандинг когда вы просите денег на что-то да например есть такой формат еще да вот как называется митинг да когда вы можете формате автопати пообщаться с теми людьми которые например ну не знаю могут стать потенциальными спонсорами да или просто быть постоянными посетителями твоих концертов ведь согласись когда люди ходят постоянно но изначально это незнакомцы но они со временем становятся тоже знакомыми людьми ну если они как бы нормальные люди да хочется верить вот такие случаи тоже бывают заметим скобочка но в принципе мне кажется уже все существующие форматы доступны сейчас и но не случайно наверное так модно выкладывать эти небольшие ролики в инстаграм потому что внимание современных слушателей обычно как раз хватает минутку и в принципе у вас это что удается мне кажется что вот эти вот в бане вообще у него нет именно чутье что что запитать такой кусочек я я честно говоря вот не такой большой профессионал каких-то налажив привлечения аудитории через соцсети нет я же тебе предлагаю просто вот такую фантазию составить если бы ты выбирала но даже из того что было перечислено что тебе ближе ведь это очень много говорит о тебе как о личности да вот что для тебя более комфортно ну ладно ты подумаешь на досуге ну я думаю что на самом деле на самом деле ну нужно какой-то иметь видимо туз в рукаве может быть я не права я бываю не права но мне кажется что сейчас современный мир он как бы стремится видишь даже сейчас когда мы в разобщенке находимся да все в интернете но это же общение все это же все равно какое-то да вот взаимодействие мы не можем выйти на сцену для таких как будто в экстремальных случаях это был вопрос ну ладно онлайн концертов если вот это тоже как вариант она мне сама тебе очень нравится я бы с удовольствием этим занималась но вот например у меня нет возможности чисто технической у меня нет аппаратуры меня нет инструмента хорошего а вот а вот принципе почему бы и нет знаешь я еще заметила одно тоже последнее что скажу об инстаграме меня это поражает и восхищает на самом деле но все знают что в нашем музыкальном мире вот сейчас будет такая первая игра от меня игр каких-то прости не знаю ребята я я я серьезный человек я в игры не играю я не знаю у меня с кем-то спутали игр какие игры вот да не знаю с кем я играла в общем есть один известный человек так спокойно подождите есть известный один человек который в общем то ну такой с именем известный виолончелист который себя в какой-то момент почувствовал как мультиинструменталист и играет теперь на роняле иногда и даже на органе сейчас мы наблюдаем ну ты наверно знаешь о ком я говорю да мы наблюдаем в своем инстаграме обратную как бы тенденцию есть прекрасная пианистка которая периодически играет на виолончели дина это как бы серьезно или несерьезно такое увлечение расскажи я не хочу раскрывать все канцы конечно но вообще даже честно говоря смахивает на фиксу потому что моих умений вот на виолончели хватает ровно эти 20 секунд инстаграма обычно меня натаскивают полчаса до этого вот зажимаю все что мне есть всем все мышцы сейчас кости меня тут сожрет в комментариях я сыграю с тобой в игру ты можешь как бы я тебе в конце скажу чем заключается игра но хотя ты видела эту игру ну да но я не знаю ты тоже наверно давай выберешь из двух книжек но это будет потом у меня на самом деле книжек и не только две вы не думаете так обо мне да конечно я предпочитаю вот как раз таки между чернуха и оскара уальда и таким как будто бы нейтральным басе но кое-кто считал что он нейтральный поэтому выбрал басе и тоже на самом деле книги не врут книги я тебе хочу сказать что это насказание а книги не врут мы все поняли мы как бы так сказать на карандаш взяли как я говорю все нормально поэтому кстати у меня знаете что ребят такая тема появилась не пишут наши общие друзья наши подписчики что было бы неплохо вообще создать такой фильм в конце ну видимо хайлайты лучшие моменты этих онлайн что что скажешь я не смотрела все но нет почему нет но я не очень представляю как это как это будет осуществлено это такой будет прощальный ролик я надеюсь не прощальный от кого прощать от меня надо попробовать если эфиры будут пораньше можно как-то комбинировать их музыкальными вставками тогда ребят просто жгут комментариях вообще я я вам напоминаю можете задать какие-то тоже вопросы умные комментарии написать не только вот трэш короче в теле комедий клуба вот хотя спасибо в любом случае вам за комментарии потому что мы читаем у нас настроение просто на очень высоком градусе мы чувствуем ваши спасибо вот дина значит я на медне вспоминала как мы наверно последний раз да вот наша такая была очная ставка в ямахе это было да это было это было давненько но все таки это было последний раз именно там знаешь вот отклонюсь от тема как мне этого не хватает я поняла что вот в очередной раз что семья ямаха это конечно что-то с чем-то потому что вот эти волшебные печенья ну помимо того что может сидеть за роялем и заниматься да я как бы скажу сразу о главном печенье кофе приятное общение как мы выходим ну давайте там выпьем 15 минут чая да и как бы это стабильный час ну все это знают тебе тоже этого не хватает да ямаха это вообще мое такое самое любимое место ну может быть не на земле но в москве точно я если бы не ямаха я бы не выжила эти годы в консерватории и мне ямахи не хватает даже и и в условиях нормальной жизни без карантина потому что с тех пор как я переехала в ваймар я вот особенно оценила насколько это было такое святое время насколько там потрясающие иллюзии инструменты атмосферы вот знаешь мои мои ощущения от ваймара от ваймара как вы его называете как как вам удобнее да по транслиту я не была в этом сезоне достаточно давно там была но была пару раз и вот что мне больше всего запомнилось это конечно домик листом и зоопарк потрясающий где есть вот эти вот флавинга которые не розовые а оранжевые да 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 ну где-то видимо за городом где-то совсем рядом нет я не перепутала это погуглите слушайте вы там живете вот и причем ну это вот такие вот воспоминания очень такие классные и ты знаешь у меня как раз вот вопрос был связан с учебой да которая сейчас приостановлена вот ваня рассказывал что он занимается с профессором а ты тоже занимаешься по скайпу или как сейчас у тебя у меня другого типа профессор я думаю таких матковской сервитарь тоже хватает для которых эти технологии звучит очень страшно занять по скайпу зоопарк в ваймаре нету но где-то рядом где-то в пригороде вот то что я сейчас ваймар это мухинваль а нет 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 ну в общем в общем ваймар это действительно такая отдельная тема и очень разная для нас с вами оказалось да я тоже поняла как бы по его онлайн но просто смотри вот ты знаешь как как человек который все таки как тебе сказать но я вот не училась в европе да то есть я не уезжала туда вот именно как бы скажем так на учебу ну типа как на пмж на какое-то время да чего в первую очередь не хватает когда ты там уже вот немножко обосновался там со всеми печальными радостями неважно я понимаю что там есть свои сложности но вот почему ты больше всего скучаешь из москвы по кому может быть все очень много почему я даже не думала что когда-то буду поэтому скучать но прежде всего очевидно ваймар это по сути такая деревня совершенно не вот неописуемо красивая очень очень доброжелательно на самом деле это деревня и после москвы конечно мне ужасно не хватает какой-то нормальной музыкальной жизни просто банально концертов музыкальной тусовки каких-то вот общих активных интересов потому что мне мне сильно очень сложно быть объективной я очень люблю ваймар и я люблю конечно моего профессора и у меня там есть тоже друзья замечательные немножко для пианистов это наверное не идеальное место для того чтобы там жить или учиться какое-то долгое время потому что там нет таких возможностей для развития как например для тех же виночилистов или других инструменталистов у которых очень-очень там сильная школа и вот я просто преклоняюсь тогда почему ваймар собственно так как сложилось я не очень заботы мне податься такой как бы каверзный вопросик я сама не поняла я просыпаюсь и ваня но я искала чего-то одного и получила другое вот мы встретились познакомились с вами мы играем с ним теперь камерный анзамбль тоже без сцены ну да в общем ты знаешь вот здесь как раз вспоминается известная фраза когда закрывается одна дверь открывается другая теперь я вижу что это работает вообще потому что для меня честно говоря не знаю в какой момент биографии для меня это работало мне либо все двери открывались либо сразу все закрывалось такой случай зоопарки я нашла он в пригороде так спокойно там ребята ну может быть он был не в черте действительно города но есть действительно слушайте вы погуглите потому что воспоминания потрясающие во первых то что фламинго оранжевого цвета которых кормят морковка видимо ну это такой просто прикол но самое смешное было другое что зоопарк так построен что нет вольеров нет как бы клеток то есть там такой ров везде даже да 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 это потрясающая вообще экспириенс потому что на самом деле это просто огромный парк где есть вот просто животные которые слава богу не набрасывают посетителей что-то такое вот слушай но и город я понимаю что он очень не был небольшой наверное вы уже успели вообще везде побывать да там во всех музеях там не так много конечно но везде уже не так надо иметь город как музей на самом деле так находиться это одно удовольствие ну вот ярчайшее твое впечатление вот что вот лучше всего что вот ваймар и ты вот раз говоришь это да да вот ваймар это отличие для тебя да вот такое там нет такого чего-то там яркого или необыкновенного я думаю что ваймар стоит просто приехать и погулять там часик насладиться и можно уезжать ну домик лист а ну не знаю там памятник не знаю геттэшит 206 класс я так понимаю что это класс для велончелистов тот самый о котором говорил ваня да бродила вот действительно это вот топ то есть тот который закрывается на ключ когда есть профессор вот вообще большой секрет я не знаю как ваня мог меня так сдать мне кажется сейчас посмотрит на теперь весь вайбар пойдет заниматься в этот класс да я пытаюсь от рояль но это единственный нормальный рояль на весь вайбар мне кажется тоже ситуация то ли дело в москве заходишь и на одном пятачке леонического переулка 10 роялей просто всего три аудитории поэтому как бы ну если бы они поставили ну хорошо четыре с коридором если авант грант считать а так то рояли гораздо больше они бы там не знаю гипсокартоновые перегородки поставили уже что люди вообще как бы да как строить бизнес посадить 10 пианистов за 10 рояль и делать нечего да вот мне кажется что не хватает такой легкой руки артистического менеджмента сверху для того чтобы мы еще с вами больше там занимались занятиями но я думаю пианист особенно хорошо понимает и я не для кого не открою секрет что в москве это вообще особый квест на эти заниматься не повезло с ним но во всяком случае возможность как-то преодолеть таких небольших городах как ваймару германии там немножко сложнее потому что возможности заниматься хоть отбавляю чисто но формально вот именно хороших инструментов а когда все таки есть хоть какие-то концерты ну может быть я привередливая но это важно иметь хотя бы какой-то адекватный инструмент и вопрос вот скажи только за последние годы вот камерная музыка вот она как бы стала скажем так значимой частью твоей жизни вот артистической или все-таки вот до тех людей которых мы уже называли да здесь сегодня неоднократно в эфире но и как минимум двое да на самом деле их может быть гораздо больше да но двое таких ну топов скажем так они даже не соревнуются потому что девочка и мальчик как бы нет соревнования скрипка виолончели никаких соревнований дуа два раз совершенно разных вот так что никто не обижается вот так да 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 как его зовут помню помню хороший мальчик там у тебя есть да он это такой особый персонаж очень хороший скрипач композитор живет в своем мире кстати вот ему не стоит задавать вопрос про социал-мидио и взаимодействие потому что у него кнопочный телефон еще до прошлого месяца я поняла ну жалко парня такой набит вроде как это современный видишь как можно глаза вечно обманывать что такое а он потрясающе эрудированный с ним играть тоже интересно ну вот на счет вопроса с камерной музыкой я всегда очень любила собираться поиграть и в цемжа мне же повезло у меня был трясящий подулок по камерному арман гордеева и мне кажется если бы не она я я бы никогда не научилась к этому относиться вот серьезно мне все время очень раздражало в принципе в пианистах какой-то такой легкий снобизм на всех случаях у детей и подростков это присутствовало что вот что-то такое с листа прочитать это не специально если это не важно у меня был перебой небольшой это был звонок из Милана который я только что оптанила ну потому что у них сегодня пасха как бы видимо очень все хотят чтобы я поздравила но уже просто уже поздно уже уже пасха прошла как бы я уже никого не поздравила все нормально да извини ну в общем то есть получается что все таки камерный он был как-то ну всегда тебе нравился да мне нравилось я не никогда не играла прям настолько много если честно и мне очень нравилось и хотелось попробовать поиграть побольше но сейчас это тоже палка двух концах последние годы так сложилось что я 90% времени наиграла занималась камерным ну мы понимаем с чем это связано ну как бы просто концерты которые получалось получить сделать они были вот с квинтетом у нас было с квартетом струнным был очень хороший концерт были вот с нидерландах несколько так называемых туров вот и я очень полюбила это мне очень нравится я вот сейчас в принципе чем я занимаюсь на карантине разучивает десяток новеньких сонах но к сожалению я должна для себя признаться что я не так много играла сама слова и ну я не как бы сказать мне сложно поддерживать себя в такой хорошей форме играть только камерную музыку поэтому это тоже такой важный баланс мне кажется не забрасывать себя и это совершенно справедливо ну ты знаешь я на самом деле за то чтобы люди как можно меньше делали вообще таких вот ну как бы чтобы не было этих вот весов вот ты выбираешь вот это вот это просаживается нет нужно как-то держать баланс это не нужно выбирать да да конечно но это очень здорово если возможность играть по-настоящему вовлеченными музыкантами причем чтобы это имело какой-то выход чтобы была возможность повыступать на сцене но очевидно как бы вещи но это действительно очень важно здорово если получается дина слушай ну вот возвращаясь даже камеры камерному ног лофтовой истории ты знаешь ведь ну тебе посчастливилось да ним немногим так посчастливилось играете дважды два совершенно 15 марта как сейчас помню 2019 потом 19 декабря 2019 ну то есть достаточно оперативно да оперативно так вернулась но совершенно в двух разных ипостасях вот если можно есть вообще пока это для пресса можно конечно рассказывать не знаю вот как как ты но не то что оцениваешь эти два опыта совершенно разные вещи но вот отличались ли вообще вот твои ощущения да и вот сам формат и вот мне как человеку как бы как автору проекта интересно вот твое возвращение там второе да вот тебе было проще тебе было сложнее что-то отличие было вообще ну это честно говоря был абсолютно противоположный опыт но это не в не в самом смысле что что-то было плохо что-то хорошо совсем нет мне кажется вообще в принципе камерное музицирование очень грубо можно разделить на два типа и вот мои два выступления в лопте если можете сказать это была такая квитэссенция этих двух крайностей то есть есть такой замечательный тип камерного музицирования как фестивальный вариант и вот в первом случае именно он и был так вынуждено получилось что мы практически не репетировали как бы вот ну понятно все как бы на храпом наскоком я понимаю да ну а с вами конечно вы уже играли много раз только что написали что ваши ваши книги до сих пор не забуду ну как-то не по-турецки написал даня но это в общем один молодой человек который постоянно ходит слов да я уже как бы узнаю да но это правда это было действительно очень здорово и мы получили огромное-огромное удовольствие я лучше делаю не девочка наверное в этом плане как раз не феминистов меня очень такой подход занудный мне нужно все-таки подольше перепетировать хорошо сыграться желательно пару лет поиграть вместе вот тогда уже как-то можно выступать да все мы любим немножко позанудничать вот в этом кому же приятно выходить когда ты просто так делаешь заглатываешь таблетки идешь на сцену кому так приятно никому так неприятно и такой инфарктик который с которым тебя забирают после концерта никому неприятно да но тем не менее бывают разные ситуации да вот например касательно того что иногда случаются фестивальные варианты и с хорошо знакомыми людьми и вот или с твоими постоянными камерными партнерами это совсем другая история то есть той же самой мэра как нам пришлось сыграть ну не особо большое дело конечно с надо дебиси вот буквально с одной репетиции и ну как бы прошло все нормально я к тому что конечно возможен вариант очень быстро сыграться но для этого все участники должны быть максимально подготовлены или должны играть вместе постоянно потому что сейчас когда мы играем с вами или смотрим в принципе уже с листа играем ну понятно так что обычно когда вот затрагивается тема вот таких вот перформансов он тут как тут но что-то вот у него как-то активность вот уже почти месяц прошел как мы сидим в сети что-то как-то вот он начал сливать не знаю не знаю с чем это связано видимо надоело смотреть каждый день меня но ничего бывает потепят а значит дина все-таки требует игру значит сыграю с тобой в эту игру мне придется вот так взять телефон и пройтись потому что я сегодня решила что мы не будем играть в игры но раз люди требуют раз они требуют сатисфакции я готова выдержать этот формат без всяких проблем других авторов только ну нет у меня просто сейчас вот то что было под рукой уже взяла вот как раз те же самые да но просто страницы как бы есть басёк а есть оскар уальд вот хоть тебе ближе могу и оттуда и оттуда твоя задача просто сейчас тут как бы не все страницы можно называть потому что ты просто выберешь а книгу короче говоря но я выбираю конечно у айлда мне кости выбора не оставил не не ты могла выбрать басёй в принципе ты все еще можешь пока я не открыла страницу здесь начало просто краткое описание типа о чем это сказать о жизни и смерти как говорится ну можно выбрать так значит с 12 по триста десятую по триста десятую 12 по триста десятую любую ну хорошо девяносто девятый или шестьдесят шестая шестьсот шестьдесят шестьдесят шестая надеюсь я надеялась там было ограничено достаточно количество страниц но я чувствую что сейчас уже пахнет жареным ох ох как мне тяжело это все читать так ребятам ну что ж хранящие верность знают лишь тривиальную сторону любви только тот кто изменяет познает ее трагедия ну я прошлый раз тому человек который очень тут топил за игры сказала что можно еще как бы хочешь еще хочешь басен сейчас подожди великому артисту прочитал подожди это желание закончил да подсказал он хоть он побоялся в своем эфире значит называть оскара уальда чтобы твернув значит свести к минимуму зато в чужом тут как тут но костенька мужчина может быть счастлив с любой женщины до тех пор пока не влюбится в нее дальше ну пока что аускар вальд не берет ну дальше ну хорошо теперь басио тоже шестьдесят шестая так басио меняем так сказать меняем все вот пожалуйста шестьдесят шестая мир быстротечен дым от свечи уходит в дыру на крыше это что-то такое вот из нашей сегодняшней жизни мир да и на крыше у меня есть все дым от свечи уходит в дыру на крыше я прям вижу эту японию как вот прямо дым из крыши я прям вижу свою крышу которая уже едет просто дома да ну в общем вот так вот а кстати говоря когда люди называют страницу ну как правило ну как было понятно что все так это фигня но кстати еще ни разу не соврала вы красивые такие вот и на красиво а я вот вообще честно говоря тут жарко так у меня такая батарея за за мной вы не представляете себе пустыня сахара тут уже нужно какого-то не знаю тут раба с опахалом поставишь чтобы мне эфир было легче вести дина скажи мне пожалуйста какие вот у нас еще такая интеллектуально конечно красной нитью проходит тема тема литературы и конечно я тоже буду кричать требуя сосисфакции мне 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 тебя выдали с потрохами не буду называть кто потому что это может не стоить жизни вот у меня есть такой guilty pleasure мне подарили новую книгу милорада павич называется на бумажный театр ты читала бумажный театр тоже честно не читала но я одновременно увлекалась павичем и сербской поэзии но я тоже не читала книга тоже мог это выдать мне интересно тоже мог это выдать мне интересно таблоиды не врут не важно важно то что я хочу у тебя поинтересоваться мне подарили интересную книгу верле я думаю что она интересная потому что я читала из павича хазарский словарь благодаря своей сестре кровать до троих пейзаж нарисованной чаем да это было так давно я уже вот просто не помню уже практически ну как я помню о чем но вот бумажный театр не читала ты читала бумажный театр тоже честно не читала но я одновременно увлекалась павичем и сербской поэзии но я тоже не то чтобы так глубоко копала ну тоже сербия честно говоря как бы ну как то так случайно красной нитью промекнула в моей жизни я подумала ну почему почему бы и нет в конце концов подарили значит нужно как то ну вообще это некрасиво человек дарит значит уже получить какой-то фидбэк вот поэтому я думала у тебя поинтересоваться ну раз нет значит нет а что ты сейчас читаешь вообще читаешь ты или нет может ты как нормальный человек отдыхаешь и смотришь просто фильмы сериалы и вообще ничего не делаешь как нормальные люди хоть один будет у меня нормальный человек а то все-таки интеллектуал нет я на самом деле к сожалению вот в большинстве своем занимаюсь не самыми блестящими моему образу делами да я смотрю сериалы и фильмы немножечко читаю я сейчас начала читать фаузу наконец-то волк волк даже до этого читал только коллекционеры ну как все и кстати наш общий знакомый подарил тоже очень хорошую книгу недавно обещание на рассвете всем рекомендую хорошие знакомые понятно понятно надо хорватов читать они все ловры ловры я честно говоря я принимаю этот вызов ну давай озон работает как бы доставка работает я прочту то что ты мне скажешь мало того я готова читать каждый день сказку на ночь в прямом эфире и желать вам всем спокойной ночи ловтеры как бы свои вот эти вот да вот голосом определенным скрипучим но могу на ночь там очень много про сны и вот про это все ну да да но мне это такое мне нравится такой психодел вот с мозга слушай а вот еще тоже красная нитью недавно звучало в моей жизни я вот очень люблю маркеса но оказывается его любят не все ты любишь маркеса у меня был период когда я очень любила такой нежный возраст еще цельсовский серьезно то есть ты его тоже я просто читала возраст 17 лет и думала что как рано я его просчитала ну мне кажется достаточно довольно депрессивно но в то время сложно не понимать буквально это очень сложно объяснить что никто не что такое почему люди там едят сырую землю но это магический реализм то есть там просто нужно делать скидку на то что какие-то вещи они просто ну вот в голове не укладываются но ты скорее фанат или это так ну как бы нет я фанат я это конечно совершенно разные писатели но я именно после маркеса начала читать с романга потому что тоже в чем-то магический реализм хотя это совершенно разные вообще авторы диаметрально противоположное чем-то но что-то вообще есть вот сейчас я не знаю понравилось но мы продолжаем играть в игры просто заказали вопрос от варвары кутузова тебе которая нет с нами в онлайн кто твой любимый поэт ну да конечно да желательно именно так но все-таки по-настоящему я очень люблю серебряный век мне нравится ну там цветаева ахматова блок там да не цветаева александр блок да ну понятно нет ну это конечно же естественно отличный выбор просто а вот если допустим из зарубежных поэтов ну я как-то не могу сказать что я очень много читала зарубежную поэзию ну кроме вот озвучен там сербской или может там поселка того же самого потому что все-таки это немножко неблагодарное занятие читать не в оригинале но ссори хотя я пыталась ради прикола открыть год но это было столько жалко ну ты знаешь вот у меня у меня здесь вот кстати здесь не видно к сожалению это в другом у меня в ком-то сборнике да 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 а ну короче я покупаю стихи когда это именно зарубежные авторы так чтобы с одной стороны был оригинальный текст и с другой стороны как бы художественный перевод и мне кажется это ну прям таким прикольным то есть ты можешь опозориться прочитать в оригинале как бы понять что это здравствуй дерево вообще и тут же как бы по-русски себе объяснить что нет нет малыш все хорошо ты все понимаешь просто ты вот немножко не знаешь как это в оригинале звучит то есть я все время с тобой пытаюсь найти компромисс но я считаю что правильно конечно пытаться читать в оригинале слушай а вот какая-нибудь литература которую вот ты бы например посоветовала почитать людям которые ну поскольку здесь сидят и лофтворы да люди увлеченные музыкой что почитать ну вот чтобы лучше понять наш музыкальный мир как ты считаешь какую книгу можно посоветовать нету это уже пришло на ум очень хорошо а еще сейчас будет моцарт и сальери я пойду застрелюсь в еще что-нибудь вот я опять попала в неловкую ситуацию так не могу но знаешь вот я всегда советую терроризируется этим маркетингом менеджментом я всем говорю считаете кто убил классическую музыку чтобы понять лучше наш мир я знаю но никто тем не менее никто из людей которые посещают концерты там ну лофта и вообще в принципе они ну как правило даже и не слышал то есть она настолько как бы вы знаете она доступна написана художественным языком и там такие как бы жареные факты и любопытные истории да может быть это не самая высокая как бы вот именно парангул книга да но тем не менее но там очень доходчиво написано действительно немножко такой стиль желтый пресс но все правда давайте про фильмы и сериалы катя требует сатисфакцию за дорожную написала по совету да по совету пройдись я не смотрю сериалы я абсолютно не ходок в этом пожалуйста твой звездный час ну кстати во первых есть сериал монстр джунглях для тех кто хочет я слышал но не смотрела мама смотрела на ну вот тоже описали конечно если про фильмы трепетит с оркестра но такого то что самое вот приходит да да ну я вообще большой фанат к сожалению слишком большой фильмов сериала так что я могу порекомендовать что-то несвязанное с вами давай да давай топ 5 которые твои самые любимые вот которые рекомендуешь давай но у меня сложно у меня такой списочек там трехзначных цифр уже 10 хорошо так вот во первых я подсказываю кости все смотрим завтра убиваю еву третий сезон так потом масса и мистер робот это вообще пультовый сериал двадцатого века два исчерпывающие вообще для поколения миллениалов потом но я же смотрю все всякие банальности типа западный мир игру крестола всегда пожалуйста как избежать оказания за убийство это вот как раз так можно убить мне кажется пару месяцев если смотреть все серии так 5 есть так что еще самого хорошего стрэнджер фингс шэмлэс только первые сезоны пол пальца обрубаем в этот момент окей дальше восьмой он это мне нужно было подготовиться вот сейчас конечно не нет да не переживаю ну о 99 что такое 99 99 франков я только знаю это какой-то подсказки и пока ну слушай это Ваня страницу написал нет 99 это сериал да нет такого это что-то придумывает хотя я Ваня вы читаете вы читаете заново комментарии пересматриваете этот эфир все это записываете и ваше ваше вот эта вот изоляция она пройдет под под очень хорошим вообще флагом под флагом ничего не делания и прекрасным временем мать я напитал Бруклин на 9 точно это я просто не хотела позориться в прямом эфире рассказывать что я еще смотрю слава богу что я вот совершенно не понимаю о чем вы там говорите слава богу дорогие друзья я доверяю полностью своим друзьям так что если там что-то неприличное вы уж меня простите музыканты такие тонкие натуры у них такая тонкая душевная организация потому что если они смотрят червуху ты знаешь что они смотрят червуху и вот и все нет на самом деле я бы с тобой с тем вот досмотрела бы свой единственный сериал который я смотрела в своей жизни это вот как раз мир дикого запада вот я на видео все-таки должна начать вот третий сезон хочется хочется смотреть сериалы не стыдно конечно не стыдно я просто смеюсь у меня стендап если вы не понимаете мое чувство юмора сорян Дина что ты пожелаешь аудиторию на ночь глядя сегодня да ну не будьте как я читайте больше книжек занимайтесь верьте в светлое будущее и оставайтесь здоровыми соблюдайте социальной дистанции все-таки хотя бы чуть-чуть и выпускаете выбрасывать мусор и в магазин самых неважных членов вашей семьи это я мое пожелание как бы для вас отмотка вот потому что а вдруг как бы чего не вышло потому что кстати сегодня я выходила на разведку вы не выходили нет сегодня так в ту часть реальности да гуляли да понятно людей встретили люди ходят да они не то что ходят они к сожалению вообще пока ну как к сожалению очень много людей в рязани в общем-то но у вас как бы нет такого жесткого жестких требований каких-то да нет слава богу нет ну конечно мне не очень хочется оказаться и в рязани в такой же ситуации как сейчас в москве скоро вводят надеюсь что как все таки закончится хотя меня вот черт я уже не успела по всей видимости выхать из москвы нужно было сразу с вами договариваться вели бы онлайн на одном диване да понятно ну хорошо я думаю что мы в общем то уже выполнили свой формат у нас остается буквально несколько я думаю даже вот уже меньше да вот сейчас уже меньше одной минуты а ты не увидишь и последний мой вопрос чисто для себя для того чтобы так сказать потешить свои guilty pleasure вот у меня я собираю пазлы на самом деле я собираю только один и вот уже силюсь вот у меня еще три коробки стоит я могу открыть второй вы любите собирать пазлы вы там как вообще этим грешите я летом собирала вместе с вами как раз но это у нас был такой очень нетривиальный выбор мы собирали огромную версию поцелуя климта поэтому но это очень сложно собирать на самом деле это вообще такое неблагодарное дело я поддерживаю ну значит мне все-таки придется вскрыть какую-то из коробок потому что вот я смотрю и я каждый день смотрю вот на эту полку и понимаю что вот и бью себя по рукам я думаю ну это же все я пропаду это два дня просто сразу до свидания то есть как бы мы встретимся уже сегодня 13 уже по факту да но где-то вот 15 16 я выйду в следующий раз онлайн вот дина спасибо тебе большое за позитив спасибо тебе большое за то что спасибо большое что пригласили лайфхаками да было очень приятно и хоть и на расстоянии но я как бы посылаю свой позитив как бы ваш позитив спасибо спасибо за эфир ну все тогда увидимся услышимся да пока пока спокойной ночи спокойной ночи ну а мне остается буквально с вами договорить две секундочки и сказать что минус у нас один вечер произошел непонятно сколько еще сидеть на так сказать в этом интересном положении не употребляя то самое слово чтобы не как-то штрафные приседания сейчас не делать после эфира спасибо большое что написали комментарии спасибо большое что смотрите и что повеселили не забудьте подписаться на замечательную пианицу диму иванову вот и очень надеемся что совсем скоро всех этих участников которых вы наблюдаете в моей импровизированной студии мы сможем снова услышать за их инструментами потому что вся наша жизнь это безусловно музыка но в чем то сейчас есть позитив мы можем общаться хотя бы вот так на расстоянии с вами взаимодействовать и вот каждый вечер как бы сверять наши часы желать друг другу спокойной ночи и оставаться с присутствием духа на такой вот оптимистично позитивное состояние берегите себя и завтра мы с вами снова увидимся